Покидаем эту деревню и едем в следующую. Грацио милле! Чао! Чао! Айвидерчи! Вот так вот, даст бог, еще вернемся. Это кладбище. А, это кладбище? Грек говорит, что это зрение искусства, потому что в Италии на кладбище можно найти интересные скульптуры, капеллы. Игвана? Не помню, в каком университете она училась. Ну, какой-то вот такой вот, прямо вот, повернутый на коммунизме. То есть у них очень много профессоров-коммунистов. Ну и, соответственно, в голове у нее вот то самое, что ей рассказывали профессора-коммунисты. И чего-то там у нас разговор про историю зашел. Ленин, Сталин, революция, туда-сюда, пойди туда. И я, да, Ленин вообще зверь, монстр. Как так? Ленин же никого не убил. Притом, это, знаешь, было так сказано, как будто бы вот я говоря про то, что Ленин там убийца и так далее, ей небо с землей перевернуло. Как так? Ленин никого не убил. Как ты такое про него говоришь? Ну, только Сталин учил. То есть Сталин вот убил, убивал, да, там, репрессии и все дела, а вот Ленин, он такой вообще ангел, белый с крылышками, пушистый. Потому что есть два типа коммунистов в Италии. Которые, кружевики, называемые, кружевики, которые продолжают деставилизацию, которые говорят, ну, а, ну, это то, что Сталин, которые говорят, что у них были ангелеты, и, ну, они давали тебе много... И потом, например, есть сталинисты, которые были в форме крещения, то есть, у него Сталин, как бы Лобафоне, и, ну, Балерея. Андрей рассказывает, что в Италии существует два типа коммунистов. Первый, скажем так, хрущевского толка, который десталинизация, Сталин монстр, репрессии вообще, долой Сталин, долой Тирана. А другая группа, наоборот, сталинисты, и сейчас сталинисты набирают обороты. И еще есть третья категория, которая вообще... никуда ее не отнести, которые восхищаются и фашистами, и коммунистами. Ничего себе. То есть, какой винегрет в голове у этих людей? Да, да. Да, по Богу, известно. Альпозори доброе имя вождя. Мы находимся в городе Витжевоно. Витжевоно – это столица итальянской обуви. «Александро» «Александро» «Александро в четвертом поколении занимается обувью». Мы сейчас в историческом их здании, в историческом офисе. Витжевоно, Петро Альмини, он создавал «Касса Труифича» в 1921 году и он занимался «Скарпи» наше уже четвертое поколение, которое владеет этой фабрикой, его прапрадед в 1921 году организовал эту фабрику. Он практически с детства занимался обувью, и вот так и организовал фабрику. Попрог Today 저희Truфа начинается недоцентрирование и каждый год мы об reagимали оцентрированный обуви, обshelf ? Таком году в центре обуви по этому Ende acquинчанию и максимально этого пицца по м Мы развивали, осваивали новые технологии, новые способи обработки кожи и делали самые разные обуви, в основном мужскую, вплоть до обуви для футболистов. До начала 90-х годов вот это все происходило. В начале 90-х они стали делать арабские сандалии. Мы получили арабские сандалии, с которым мы работали, для футболистов. В свою очередь, он получил арабские сандалии, который был из Дубай, сандалом, с характеристиками, с большой зерпой, который мог бы держать ноги из-за десерта. Я спросила, почему такой выбор не ожидал? Он сказал, что так случайно произошло, к нему обратился человек, с которым они давно сотрудничали, к которому, в свою очередь, обратился человек из Арабских Эмиратов из Дубая, с запросом именно изготавливать вот такие сандалии. У них в чем особенность? Высокая подошва, потому что в пустыне песок очень горячий, и подошва должна защищать ногу от вот этого горячего песка. Соответственно, высокая. И на фабрике подумали, а почему нет? Давайте попробуем. В Эмирате арабе, в Катаре, в Куэте, в Омане, в Вент-Ании. То есть туда на экспорт больше идет, получается, чем здесь, в Италии, да? Да. Они в основном работают на экспорт, а не здесь. За 20 лет фирма стала лидером на арабском рынке и понимая, что там уже нельзя больше расти, уже некуда, уже все в топах. Стали изучать, как можно дальше расширять, как можно… Расширяться. Расширяться, да, как получить дальнейший рост. И вернулись к истокам. То есть стали изучать метод, которым его дед делал обувь для самого себя. То есть уже к итальянским традициям, скажем? Да, уже к итальянским традициям. Вот именно к тому, как делалась, ну, буквально, догма для себя любимого. Да, да, да. Лучше традиции. Эта часть здесь. Эта часть. Эта часть. Эта часть. Эта часть. Отлично. Конди assez極нула. цу miof � Τjähr заряд и ручестра над полицией. Эта часть. Эта часть. Очень جульная г Lumоса. Эта часть. Эта часть. Эта часть. Эта часть. Тема, но вот как суб distрились. Да, еще пока… Как на волне о roller!... Соб 이 метод. Модов that's бак. Ну и язык. Так вот см Yale. Эта. А, этоended遞 детьinge внешımız цельку, и она очень устойчива потому что подошва это 5 миллиметров кожи кожи 5 миллиметров и сюда не надо лепить вот как у нас принято протекцию защитные наклейки можно ходить вот так на кожаные подошвы нога дышит просто чудо невесомые да 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 легкую обувь просто это тоже смотри легкая тем более для этого тоже вся та же технология вот эта замша это кожа друзья посмотрите вот на эту обувь смотрите это просто удивительно я никогда такое не видел ни в одном магазине я не видел чтобы вот так обувь сгибалась они стали изучать как в старину делал прадед обувь для самого себя чтобы она была мягкой удобной и это был метод что верхняя вот эта часть она прошивалась изнутри потом выворачивалась и получалась вот такая мягкая мягкая обувь я в туфлях с такой мягкой подошвы танцую и александр говорит что метод примерно тот же что используют в обуви для балерин и для танцовщиц то есть это получается просто кожа какая-то благодаря чем она так изгибается благодаря вот этому методу шитья так еще раз если можно этот метод давай еще смотри что он делает этот работа потрясись пегаре лабораторию а мы сейчас пойдем в лабораторию сейчас все увидим то не да которые на арабов сандалии смотрите вот это вот то что арабские страны отправляется видите толстая такая подошва идет чтобы бедуины кожу со мной газ не перегревали это на канарах когда по черному песку идешь вот такие вот сандалии получается нужны кстати они еще и красивые смотрите красивые сандалии кстати и сила удара от стопы а землю амортизируется за счет мягкой даже даже в простой обуви эти вообще легкие вот так друзья выглядят эти обувь которая отправляется дубай сейчас он нам сказал покажет то что в лаборатории происходит меня больше всего конечно удивило то подошва тех туфлей притом какие-то легкие такие туфли были когда на них вид смотришь она же кожаная кажется что они такие тяжелые должны быть обычно такие тяжелые бывают притом бывают тяжелые бывают еле-еле гнущиеся то что только что мы с вами видели это было для меня по крайней мере немножко удивительно если вы такие туфли видели пишите будет тоже интересно почитать в комментариях вот такой огромный офис и такая фабрика очень красиво очень чисто такая видна современная вся цвета видите какие обувь арабских шейхов вот смотрите переходим сюда это наверно кожа да сейчас мы изучим тоже здесь реально все цвета оттенки кожи крутые 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 реально это сейчас носите и без всякого арабского залива очень модно сейчас вот эти вот на пальце и ты люблю когда мы идем и три написано нового здесь вот везде написано оригинальный люксовый бренд такая кожа марка 1921 года альмини такое огромное количество здесь лукас обычно вот так гнутся это мы это мы нормально относимся к этому вот это уже смотри какая прикольная красивая легка какие они легкие и вообще ничего не весят и здесь уже не кожи и она такая же мягкая такая же система сейчас я думаю покажут лабораторию как это все происходит посмотрим посмотрите сюда какое количество кожи смотрите тут и есть профессионализм когда люди реально занимаются своим делом это настоящие платины и бриллианты это точно для шейхов здесь материал в магазине пара обуви стоит 900 евро по 900 евро мы находимся на фабрике которая делает дорогую обувь для арабских шейхов и не только для арабских шейхов там разница уникальные целая красота смотри склад кожи тут и половали смотрите сколько кожи все кожу мягкая такая из оленя Просто немерено здесь кожей Просто посмотрите, сколько здесь кожи Вот это реально фабрика Друзья, не знаю, вот вам интересно Это все или нет Но мне вот реально все это интересно Никогда в жизни не думаю, что попаду И буду вот это все снимать Вам показывать Да и сам вообще увижу ли когда-нибудь такое Но это реально интересно Просто немерено О, смотрите Голубая Тоже такая мягкая, мягкая Здесь аромат, который Ни одна камера не передаст Так, идем дальше Надышались этим вкусным ароматом И двигаемся дальше, друзья мои Смотрите, как происходит пошив Сейчас вам буду показывать Как шьются арабские сандалии Баджорно Вот, пожалуйста Вот таким вот образом происходит процесс Пахнет тут немножко так слегонца клеем И кожей Смотрите, сюда вручную работает Баджорно Молоточка добивает кожу Видите как Сканет утюживает, утюгом сглаживает А кожу выстукивает, чтобы гладко легла Вот таким молоточком А это отдельную свою часть какую-то делает, да? Каждый делает свою часть Каждый делает свою часть Своя модель Посмотри, как она Здесь декоративная такая простройка И с изнаночной стороны Она ее проклеивает, чтобы это все не ползло В конце будет вот такая Вот такой башмар Все вручную Лично я кайфую здесь Я кайфую Мало того, что я женщина Я натерю от любой обуви А тут попасть в Тая Святых Смотри, тоже Ты не любых каких-то там Китайских там Поколюбками и итальянской обуви Просто круть О, резинки для денег Так, идем дальше, друзья мои Подробностей уходить не будем Единственное, что могу сказать Здесь здорово находиться Обычно я себе мастерскую Где делают обувь По правде говоря Представлял совсем по-другому Но вы сейчас сами видите Как это все делается Но еще раз повторюсь Здесь делается Не дешевая обувь То есть Обувь От 900 евро В том числе И для арабских Шейхов Вот смотрите, как выглядит Подошва Она получается То ли сохнет Да Что-то она здесь делает Да Видимо, вот эта пробковая подошва На нее сверху наклеили стойки И вот она здесь сохнет Вылеживается И подложена уже Верхняя часть Видишь Которая потом будет Тоже как-то клетиться А вот Видит, что делает Смотрите, как это все происходит Обрезает Треть по контуру А вот здесь уже собирают Собирают? Да Вот Подошву закрыли кожей Подклеили верхнюю часть Союзку И закрывают вот это все Ага, и потом это лишнее Отрезать будут Да, потом будут обрезать Там какая-то будет Еще, наверное, декоративная обработка И еще крепиться, наверное, будет Да Вот они сохнут все Слеем То есть, смотри Посмотрите, как это все творится Фантастика просто Так, пойдем дальше Посмотрим, что у нас происходит Вот здесь Чем занимается А вот здесь как раз Наклеивают стельку На Водорку Ага Он не отклеил Я так и не понял Почему он отклеивает Сейчас узнаем В чем прикол Пока мне непонятно Это все Я думал, он наоборот Приклеивает А он, оказывается, их отклеивает Посмотрите Видите? Он их потом кладет Сюда С браком он отклеивался Теперь все понятно Видите, как быстро Заканчивается Заканчивается Рабочий день В итальянских фабриках Прозвенел Прозвенел, как говорится Гудок Смотрите Быстренько Почистились Привели себя в порядок В принципе По правде говоря Они все на самом деле Очень даже чистые Но, видать Еще легкую какую-то Прочистку Только что сделали И потихоньку Идут по домам К своим семьям Пить кофе Улыбаться А здесь вот эти туфли Легчайшие Которые затронул Сейчас уже закрыли Рабочий день закончился Ага Пойдем посмотрим У него получается Два раздела Один здесь И другой там Да? Ага Здесь уже Конечная часть Они заканчивают Обработку Приделывают Вот эту Резиновую подушку Делают отстройку Ну такие Самые уже Конечные Конечные работы Вот так вот Станки выглядят И вот так Выглядит уже В общем-то Конечный Вариант Этой Обуви Гомонатуральный каучук Сей каучук Сей Здесь подошва Из натурального каучука Между прочим Это каучук Да Которая выдерживает Горячий песок В пустыне И не плавится Вот в чем прикол Все понятно Так Сейчас переходим Следующий зал Здесь Производят обрезку кожи Краят Грубо говоря Если бы партяж Дого Ага Здесь окрашивают Здесь окрашивают Кожа изначально Уже какого-то цвета есть А вот эти вот Если взять Изначально Такая бежевая А вот эти вот Все оттеночки Наносят здесь Вручную Где-то потемнее Где-то посветлее Да-да-да-да Чтобы красивые были А вот здесь бордовые Смотри как Красивые сделаны Светлый светлый Совсем вверху И светлые Затемненные мысы Как макияж Говорит Вот какие они Поступили в этот цех Ага И вот как их Покрасили здесь Какие стали Да-да-да То есть это Было-стало Получается В общем У них кожа Итальянская Краски Надо узнать Итальянские Скорее всего Да И потом Подошва Итальянская Подошва Итальянская Здесь в Италии Да Смотрите Все вручную Это происходит Каждая обувь Красится Вручную Эти кисточки Все Есть для этого Вот тут Сидит мастер В данный момент Его нету Но вот здесь Вот Копирована Фотоконтроли Вот Это Контроли Видите? Вот как они Делают То есть Тичинг Исайд Дэн То есть Они Прошли Анкоро На Тима Довез А Те У Коза Прима Ди Дес Рафата Вот Как получаются Те самые Мягкие Мягкие Туфли Это Верх Это Подошва Я Парла Итальяно А Окей Пой Вене Гирата Вверху Часть Вворачивают На Изнанку Прошивают К Изнанке Подошве Вверху 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 Вручную Прошивает Вот Она Машина И Вручную Вот Так Друзья Все Это Происходит Очень Интересно Смотрите Какая Вот Это Башбак Еще Не Ввернутый На Лицевую Сторон Это Туфля На Изнанку Да Притом Она Уже Красивая Если Так Подойти К Ну Как Говорят Изнанка Лицо Портнихи Если Портниха Качественно Прошила Изнанку Значит Она Молодец Вот Иди Смотри Как Шьют Здесь Изнанка Просто У Некоторых Туфель Лицо Бывает Не Такое Красивое Как Здесь Изнанка Вот Будет Шить Это Машина То ли С 44 То ли С 41 Года Вот Эта Ширная Машина А Здесь Еще Одна 20 Машинка Ты Смотри Это Исторически Как Делали Реально Исторически Туфель Это Сколько Получается Допустим За Смену Вот На Такой Машинке Допустим Туфель Прошивку Одной Пары Примерно 10-15 Минут Нужно То есть Примерно 5 пар В час Получается Аппарат Мощный Конечно Так Возвращаемся Обратно В офис Такой Двор У фабрики Стоят Смотрите Какие Машины Я думаю Что Они Могут Себе Позволить Такие Машины Если Кажда Обувь Начинается От 900 Евро Вот Ручная Работа Станок 1940 И Второй 20-го Какого Года Он Был Красота Сделали Такой Круг Какой Охранник Да Это Собака Это Уже Офис Получается Это Не Охранник Это Президент Это Президент Имени Собаки Курки Что Друзья Я надеюсь Вам Фабрика Понравилась Лично Мне Она Очень Понравилась Просто Я Впечатлен На самом Деле Впечатлен Потому Что Во-первых Я Никогда Не Был На Обувных Фабриках Во-вторых Я Не Представлял Что Они Выглядят И Меня Так То Есть Надеюсь Вам Тоже Понравилась Друзья Мои А Мы Двигаемся Дальше И Там Адрес Был СССР Ничего Си Вместо Россия СССР Да Вместо Россия Вместо Российской Федерации Было СССР Я Представляю Как Прикольно Я Не Знаю Каким Чудом Дошло То Письмо То Некоторые Итальянцы До Сих Пор Если Надо Им Слать Письма В Россию Да Они Готовы Слать В СССР Это Обувная Столица Италии Это Город В котором Много Много Лет Работал Леонардо На Самом Деле Я Могу До Бесконечности Рассказывать Про Веджевену Сейчас Мы Идем По Одной Из Улиц Мощеный Кирпичом Очень Много Разных Магазинчиков Пекарен Практически Любое Заведение Которое В какое Не войди Это Семейный Бизнес Это Не Какая Гигантская Глобальная Сеть А Это Маленький Магазинчик Который Семья Держала Может Быть С поколения К поколения Передавала Русский Создает Бизнес Чтобы Не Работать А Итальяне Создает Чтобы Его Дети Потом Там Работали Ты Смотри Потому Что Он Свою Работу Любит Потому Что На Подчанге Именно Поэтому Это Чувствуется На Самом Деле Ты Зайдешь Любое Кафе Любой Ресторан И Ты Почувствуешь Это Отношение Ты Здесь Гость В Москве Ты Приходишь В Ресторан И Ты Смотрят Блин Че Приперся Я Тут В Телефоне Сижу А тут Приперся Кофе Унести А Здесь Ты Пришел И Ты Гость И Это Совершенно Другое Ощущение От Заведения От Себя В Заведении В конце Концов И Неважно Оставил Ты 100 евро В этом Ресторане Или Просто Выпил Чашку Кофе Тебе Просто Радо Потому Что Это Просто Его Дело Ему Это Нравится Встречать Гостей Ему Нравится Варить Кофе Я знаю Здесь Одного Бариста Который Знает О кофе Если Не Все То Почти Все Он Входит В число По-моему 15 Лучших Бариста В Италии Здесь Живет Здесь Живет Да У него Здесь Бар Далеко Бар Будем Проходить Мимо Ага Так Надо На кофе Зайти К нему Если Проходить Уже Будем А Мельницу Мельницу Этой 500 лет Она Была Построена В 1400 А нет Вот Здесь Колесо Видно 1480 Не Помню В каком Году Красиво И до сих Пор Она Работает И до сих Пор На ней Мелят Муку Мы Сейчас Сюда Зайдем Там Внутри Магазинчик Разных Био Эко Продуктов Да Что меня Радует В этом Городе С одной Стороны Ты видишь Вот эту Мельницу 500 Летнюю А с другой Стороны Дом Вот Недавно Строили Вот там Впереди Видишь Высок Стоит То есть Современное И Прошлое Да Сочетается Сюда Как двор Как будто бы Свой част Бескак Это Вот именно Все Его Хозяйство Это Есть Его Хозяйство Да Это То есть Он здесь Живет Да И здесь У него Мельница Здесь У него Свой Магазин Здесь У него Гараж Здесь У него Машины Вообще Прикольно И сейчас Зайдем Колесо Мельницы Когда Она Работает Работает За счет Воды Может быть Как выпускают Ты смотри Какая Здесь Атмосфера Атмосфера Уже Запах Другой Вообще Классный Запах Такой Да Зерном Пахнет Такой Деревну Такой Запах Стоит Вкусный Своеобразный Такой Запах Стоит 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 как здесь пахнет это что-то невероятное как здесь пахнет вот там внутри жернова мельница отсюда сыплется зерно уже помолотое что здесь пшеничная мука что душе угодно орехи сухофрукты дальше крупы цены кстати ниже чем супермаркете вот так вот все выглядит что мы стоящее водяное мельнице до конту темпу вы являете кустому льна форси церковая история дитро 100 ампентом 1923 на фамилия на фамилия Фамилия владеет этой мельницей с 1923 года. Сначала это был его дед, а до этого мельницей владела семья кузенов, то есть родственная семья, потом перешла к ним. А сама по себе мельница постройки 1480 годов. Мельница больше 500 лет. Вот просто эта цифра, вот этой мельницы 500 лет. Ничего не переделали, ничего не перестраивали, единственное, что крышу отремонтировали. Муку, которая здесь продается, ему приносят, чтобы перемолоть или он сам, своя у него мука? Что за то, как вы, чтобы поделились в фариной, как вы, купили? Нет. Мы просто сжимаем только мельницу в мельницу. У нас все сжимаем, и вот так теперь, что ехали головы, для полюбилась, вы могли сжимаем половину, чтобы все losses были. Вы можете сделать корпорацию с твой мельницы, и другое. Говорите, что сейчас они молят в основном кукурузу, из мужской муки, а также из клубной палеты, тоже же кукуруза просто фракция немножко другая раньше можно мало ли все любое зерно сейчас просто очень много пыли идет от пшеницы они делают цельнозерновую муку которая крупнее фракции если допустим кто-то захочет свою муку перемолоть он может сюда принести и заказать эту помолку раньше именно так все и дело да я поэтому говорю да люди покупали муку приходили на мельницу мельник мало сейчас до сих пор так делать но больше для близкого круга покупателей для друзей для себя такие удивительные места посещаем просто фантастика реальная а и улица мельничная называется вот так вот друзья видите смотрите вот такое хозяйство у человека но это реальное хозяйство огромная мельница который 500 лет вот здесь живет ее хозяин вот так вот двор посмотрите как это удивительно красиво выглядит все из поколения в поколение здесь передается и сама улица тоже называется мельничная виаму линии виаму линии да здесь тюрьма располагалась раньше располагалась ты сидела тут я просто немножко в тебе я жгид все все понял я потому может у тебя свои личные какие-то воспоминания скажем так она уже много-много десятилетия не функционирует качестве тюрьмы что сейчас какие-то организации просто внутри так ничего особенного скажем я так папа по решеткам вижу что ничего особенного за три какие решетки стоят мы решетки продать и снесли тут надо банк тогда открывать я думаю банк они здесь и сделают балконы да балконы по идее снизу хозяин не видит какие-то у него это даже не пол балкона это изнанка пола балкона вообще красота да тем не менее сделано красиво даже соседний дом тоже тут лепнина хотя бы чтобы прохожие любовались реально сказка вот так и должно быть мир должен быть красивым а чтобы мир был красивым человек который создает он должен делать это от души когда на души конечно вот так будет делать они просто быстрее отмазаться бетон за залить и все и пойти вот она красота вот это то что делается от души для себя для людей для глаза для радости машинка для обжарки кофе сюда загружается зеленый кофе здесь внутри она нагревается обжаривать зеленые зерна кофе по вот этой трубке немножко нагреваются впадают сюда где собственно самая температура идет здесь в глазок мы видим степень обжарки то есть вот зерна загрузились туда зеленые вот они все провалились вот здесь в глазке вот так вот видно и готовы уже высыпались сюда готовые высыпаются сюда и здесь вот эта штука крутится чтобы зерна остывали здесь машинка кофемолка машина настраивается для различных способов приготовления кофе молка эспрессо по восточному в турке для каждого типа кофе нужно определенная настройка настройка то есть размер кофейные пылинки которые выходят из кофемолки то есть если брать эспрессо и американу это разные вещи это распределка на американу на машинатуре в конце концов а завода до декут и иди кафе и силу они не на полгаре с фене и но и ураны галки и про мерикав на самая мелкая самые мелкие по мостам и тонкий по мото для приготовления в турке а практически в кольку смайкс мало лица а самые крупные для кофе американу которые в больших вот этих кувшинах фильтрах очень интересный ход они предприняли они открылись в рождество католическое 25 декабря когда все в округе закрыто народ выходит после рождественского обеда рождественский обед по-итальянски это тоже пережить и состояние доживаю до середины потом просто сползаю под стол и чтобы как-то это переварить естественно хочется кофе да понятно у каждого в доме есть кофе-машина на крайний случай мокко феварочка но все равно пойти в бар пообщаться с друзьями это святое для итальянца вот 25 декабря люди выходят из домов после светлого обеда им некуда пойти потому что все закрыто у всех рождество и они открылись как раз именно 25 декабря это было несколько работающие в городе заведения естественно никто не мог пройти мимо это китайский ход называется китайцы так делают когда или в италии или в испании или там какой португалий стране идешь все закрыто все закрыто и китайцы открыто и там такой поток стоит людей молодцы это не открыто это позионе они открытие сделали на рождество как определить что-то выиграл настоящий вкусный кофе допустим espresso поэтому если по копирует кетова и вважно у вас воевну кафе аэрость предпредельно спрессия а бессмертина да лучше кофе начинайте скажу рождество это хорошо эссерен и цифра Собственно, их преимущество в том, что они сами выбирают зерна, они сами выбирают в этой машине степень обжарки, потому что вкус кофе зависит еще и от обжарки, степень обжарки. То есть они сами выбрали зерна, сами их пожарили так, как считают правильным и нужным они, и сами потом приготовили из того, что получилось кофе. Это лучший вариант. Да, это лучший вариант. А допустим, если я просто пришел в кафе, вот это я в кафе зашел, я не знаю. Я допустим, я не знаю, тебя не знаю. Заказал чашку кофе, выпил, и как понять, что это настоящий вкусный кофе? Или же я выпил что-то непонятное? Как можно понять, если я, например, в кафе не знаю, не знаю ни кафе, не знаю ни кафе, как можно понять, что эта кафе, это кафе, это не кафе? Ну, ну, если ты выпил чашку кофе, там вкус отдаёт металлом, или чем-то прогорклом, или такой лимонной кислотой, значит, ну, что-то там не то. Так. В принципе, в кофе может быть кислинка, потому что зерна арабики, сами по себе, они обладают кисловатым вкусом, но это не та вот неприятная кислота, как будто бы лимон прокладил. Может быть горьковатым, но опять-таки это не прогорклый, как будто бы испорченный. От чего это зависит? Ну, прежде всего, от смеси, качественно приготовленной смеси, от приготовления и от чистоты самой машины, которая готовит с кофе. То есть, здесь кафе очень недавно, они сколько лет? Десять, наверное. Десять лет, ага, ничего себе. Сам Саверио родом хозяин бара из Милана, он много лет работал в Венеции с кофе, он всю жизнь с кофе работает. Он входит по итогам последнего конкурса в этом году в 15 лучших сомелье Италии. Ничего себе, вот хозяин этого бара. Хозяин вот этого бара. Муж. Муж. Его супруга, которая нам готовила кофе и рассказывала весь процесс, тоже училась, не просто так, вот у меня муж кофе разбирается, я тут рядом простою, тоже типа умею. Да, да, да. Нет, она училась, на стене висит куча ее аттестатов. Грамот аттестатов. Грамот, какие курсы она проходила, где она училась. Дипломы. Академия, итальянская академия мастеров кофе. Ну, у них четыре их, получается, да, дипломы? Правильно понимаю? Разные года, наверное. Мимма, это вот жена, здесь ее разные курсы. А, разные курсы. Да, разные курсы. Тут, типа, не как-то. Все стипы, после, как они здесь есть. Они сами смешивают, выбирают сырье, сам Саверию, хозяин бара. Выбирают сырье, сам смешивает, сам обжаривает. И потом, он, его жена, и вот еще девушка, работница уже готовит. Лучше кофе, по ее мнению, с какой страны? Там, итальянский, из Бразилии. В Италии делается обжарка. Итальянцы специалисты именно по обжарке. В Италии кофе не растет. Они закупают кофе в Бразилии, естественно. В Бразилии. В Перу и Вуалии. И здесь обжаривают уже. Здесь обжаривают. В Перу и Руанда, кофе из этих стран, это их особенность, времена этого бара. Они закупают в маленьких хозяйствах, семейных. Где совершенно небольшое производство. Но, опять-таки, вкус кофе зависит, даже купленный в одном и том же месте. В разные годы может меняться, потому что это так же, как с виноградом. Это сколько дождей выпало, сколько солнца светило. Сейчас мы продегустируем всю эту красоту. Ты хочешь покрепче, поинтенсивнее вкус или помягче? Что serve для результата и вкус? Для того, чтобы собрать меню кофе? Чтобы продегустировать кофе, не выпить так же, залить в себя и пойти дальше. А именно продегустировать, чтобы ощутить полностью оттенки вкуса. Сначала нужно выпить стаканчик в воды, ополоснуть рот, очистить все вкусовые рецепты. Мы, как профессиональные кофеманы, пьем сначала водичку, как нам посоветовал человек, который в чем-в чем. А в кофе, я думаю, что точно разбирается. Притом, она является женой хозяина этого заведения. А хозяина этого заведения, как его? Савелию. Савелию разбирается вообще на миллион процентов. Хозяйка, естественно, разбирается. Не так профессионально, но все равно, я думаю, по-любому пояснить, что здесь как, она сможет. А хозяин заведения Савелию в данный момент находится в Милане. Это как бы естественно, это нормально, потому что в данный момент проходит неделя моды. И все модники находятся в Милане. Мы пьем пока воду, потому что сейчас будет кофе, и надо, чтобы вкус был настоящий, чтобы его прожить, чтобы его почувствовать, чтобы он впитался в тебя, все свои силы, все свои мощи. Сначала надо выпить воду. За здоровье наших подписчиков. Это у тебя кубинский кофе. Можно смесь, то есть там именно один сорт, ничего больше не помешано. Просто фантастико. Скус интенсивный и он сохраняется. То есть ты сейчас выпьешь этот кофе, 5 минут пройдешь, ты там пойдешь гулять, и еще до сих пор будешь ощущать этот вкус, и он будет у тебя раскрываться во рту с разными оттенками. Фантастика. Вот они решили открыть здесь этот бар. И он стал очень популярен здесь именно среди знатоков, тянителей кофе. Обычно в итальянском баре очень много, ну, понятно, кофе он есть везде, но большая часть это алкоголь все-таки. Впиталкоголя почти нет. Ты имеешь в виду в баре самом? В баре в самом, да. А, чисто по кофе он специализируется, да? Да, сюда люди приходят выпить хороший кофе. Молодцы. Не везде же алкашку продавать. Какая красивая площадь здесь, ничего себе. Вот это да. Слушай, я не ожидал, что в этом городе может быть такая красивая площадь. Просто посмотрите, друзья мои. Площадь входит в 10 самых красивых площадей Италии. Вот как. Да, если я не ошибаюсь, она третья. Это просто фантастика. Фантастика, посмотрите, какая красивая площадь здесь. Я думал, такой небольшой городок, сейчас придем, какая-то площадь будет. Площадь проектировал Леонардо да Винчи, между прочим. А-а-а, все понятно. Вопросов больше не имею, как говорится. Все понятно. Сейчас площадь венчает, завершает этот потрясающий ансамбль. Собор кафедральный. Прямо перед нами софедральный собор Веджевана. Веджевана. Да. Кафедральный, почему? Потому что здесь кафедра епископа. Веджевана свой епископат. Так. Это что это значит? Ну, это выделение церковное. Ага. То есть они здесь заседают, скажем так, да? Здесь заседает епископ Веджевана. Ага, все понял. В ближайшей округе. У церкви достаточно интересная история. Она была построена в XIV веке, если я правильно помню. И была совсем не такой, как мы сейчас видим, потрясающий фасад с завитушками. Это тоже Леонардо Ира? Нет, это ее не Леонардо. То есть площадь Леонардо, а церковь уже отдельно? Церковь была, она была маленькой. И более пафосными, более солидными были вот эти вот ряды вокруг. Ага, воскресенье. Площадь строили по приказу Людовика Моро. И идея была такая, было противодействие папской власти и власти Римской империи. Моро, строя эту площадь, хотел показать, что церковь-то она маленькая, а площадь, смотрите, какую мы отгрохали. То есть я-то здесь хозяин. Церковь, она, конечно, есть, но она маленькая, а хозяин здесь я. Площадь фантастика. Друзья, оцените эту площадь по десятибалльной системе от одного. До десяти. Но реально очень красивая площадь. Я не ожидал, что она такая будет. Если бы не было вот этого вот потрясающе красивого фасада, то было бы вот такое вот здесь окошко видно, спокойно было раньше. То есть вот это то, что было раньше? Да, вот это то, что было раньше. А это башня? Башня – это колокольчик. Красота, конечно, здесь. Люблю такие места, где глаз всегда радуется. Удивительно. Италия является одной из таких мест. И главное, что самое удивительное в этой Италии. Италия же сама как бы типа маленькая, да? Ну, то есть, если брать территорию ее. Но заедешь в какой-то городок, заедешь в какую-то деревню, заедешь в какое-то местечко, заедешь куда угодно, чуть ли не на какую-то улицу, да, можно сказать. Заедешь, и ты всегда что-то будешь интересное находить. И всегда твой глаз будет что-то для себя приятное находить. Всегда испытываешь какое-то восхищение здесь, какую-то красоту испытываешь. Вот обелиск стоит наверху такой. Сама церковь, вот эта, как она есть в честь Святого Амвруссии, была освящена в 1612 году при Франческо II Сфорце. Но существует упоминание, что здесь церковь на этом месте была с 900-х годов, без тысячи, просто 900-е годы. В фрониках 900-х годов есть упоминание о базилике в городе Веджевена. А вот этот великолепный фасад был достроен епископом Карамуэлем, Хуаном Карамуэлем, который в... Испанец? Да, испанец по происхождению. Он был здесь епископом Веджевеном между 1673 и 1682 годами. Он был, можно сказать, Леонардо да Винчи своего времени. А, вот как? Да, он писатель, музыкант, скульптор и еще много чего другого. И в свое время папа его просто сослал, чтобы не высовывался, потому что шибко умный. Ему здесь было нечего, глухая провинция, скукота, и вот человек развлекался. Прикольно. Построил вот такой фасад потрясающий. Вон те зубчики наверху. Это чья власть? А зубчики это остатки, вот предыдущие, скажем так, постройки. Это башни-колоколь. Да, да, да. Да, это императорская власть. Потому что орлы, да? Да, орлы. Видите, друзья мои, смотрите, как отличается. Если орлы, то есть крылья, вот так вот идет, да, это императорская власть. А если вот так ровно, это уже папская власть. Вот так вот. Будете теперь знать. Да. Здесь торговые ряды. Здесь есть и престижные магазины, и исторические. Один из исторических магазинчиков. Обувных, которые здесь были всегда. Обувных, которые здесь были всегда. То есть вот это бренд Серджио Росси, это отсюда, так получается? Да, отсюда. Это один из исторических брендов. Потому что у отца не сами делают обувь. И вот у них еще такой бренды продаются. Здесь в городе есть музей обуви. Туфельки, которые 500 лет хранится здесь. Музей обуви. Мое, я надеюсь, когда-нибудь тоже увидим. Это башня. Ага. Это та самая башня архитектора Браманте. Угу. С которой потом реплику сделали в Милане. Башня, замка с форта в Милане. Кофе вот этой башни в Виджевану. Ага. Вот она как. Да. И смотри. Ну что, друзья. Кубинский кофе. Помните, когда мы были на Кубе? Это было, конечно, жестко. Это было бомбически. А сейчас мы будем пить тот самый кубинский кофе во всей его красе. И как нам только что сказали, послевкусие должно быть очень долгим. То есть ты идешь, кофе выпил, а еще просто кайфуешь, как настоящий кубинец. Танцуешь под кубинские танцы. Что скажешь про соль? У меня кофе латте макьято. Я очень люблю его на такой, где много молока, плотного, взбитого в плотную плотную пеночку. В него добавляют, то есть сначала взбивают молоко, потом в него добавляют кофе эспрессо. Не наоборот, важно не перепутать. Тут правило математическое, переменами слагаемых сумм не меняется, не работает. Если добавить не кофе в молоко, а молоко в кофе, почему-то будет вкус другой. Хотя продукты все те же самые. Мы пробовали. Тонкости, да. Вкусно? Кофе очень вкусный. Без кислинки. Такая очень приятная такая горчинка. Очень нежный вкус. Что, друзья, ваше здоровье. Пью, естественно, за самую крутую банду в истории человечества, за граждан великой пачанга империи, за вас, мои родные. Смотрите, дальше будет еще интереснее. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Полная-полная пачанга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...